Современный молоток способен прослужить долгие годы. И несмотря на ударный, в прямом смысле, труд, сохранить прочность, производство начинается с бруска стали. Специальная система загружает его в индукционную печь, температура в которой достигает тысячи градусов по Цельсию. Под воздействием жара сталь становится податливой, и ковочный молот выбивает в ней оттиски в форме молотка. Резак отсекает неровные края кованой стали. Обрезки попадают в контейнер для переработки. Зачищенную заготовку кладут на пресс, который придаст ей форму. Молотки охлаждаются на этой подставке. Затем их загружают в барабан вместе с небольшими кусочками стали, которые едва можно разглядеть, но они очень важны. Эти частицы убирают с будущих молотков на лед и заметно их очищают. Молоток закрепляют в устройстве со шлифовальными лентами, придающими форму ударной головке. Кроме того, эти ленты как бы стесывают края головки. Это не позволит гвоздю расколоться при ударе. Зубчатый режущий диск делает насечки. Механизм поворачивает молоток, чтобы диск начал делать насечки в другом направлении. Решетка потом не позволит гвоздю соскользнуть. Теперь время закаливания. Молотки погружают в кипящий раствор. Затем их окунают в закалочное масло, которое охлаждает металл, и он затвердевает. Пора приступать к очередной шлифовке, ведь сталь должна блестеть. Теперь на лоток выкладывают кожаные кольца, по 25 на каждый. С обоих концов вкладывают разделительные пластмассовые кольца и подпирают их зубчатым диском. Лоток задвигают в отсек и вставляют в кольца рукоятку молотка. Гидравлический механизм проталкивает ее вперед. Так на ручку надевают покрытие, которое удобно держать в руке. Рукоятку молотка зажимают и сглаживают все выступы, а металлическую пластину приклепывают к кожаному покрытию. Теперь грубую кожу обрабатывают шлифовальными лентами. Молотки несколько раз погружаются в емкость с густым лаком. После высыхания лак сделает кожаную поверхность гладкой и поверхность ручки станет однородной. Для другого типа ручки жидкий винил заливают в форму, где находится рукоятка. Винил затвердевает и пристает к изделию. Форма оставляет оттиски. И теперь молоток удобно держать. Излишки винила удаляют, а рукоятку обтачивают. Такие рукоятки предпочитают рабочие, ведь винил еще и противоударный материал. Затем проставляют номер. А красочный пистолет распыляет на сталь лак, защищающий от ржавчины. Чтобы лак высох, молотки отправляют в термокамеру. На винил наносят логотип фирмы-изготовителя. А затем каждый молоток проходит проверку. Только после этого изделие принимают. На производство молотка уходит день. Даже этот традиционный инструмент сейчас сможет похвастаться разнообразием моделей. Молотки выпускают всевозможных размеров с различными рукоятками.